Жив Господь Вы будете тронуты сегодня, потому что Господь, Он полон благости, благословения И я вам скажу, что у Иисуса, у Него особенное сердце к молодым людям Я вам скажу, это молодые люди, ни в коем случае нельзя унижать молодых людей Относиться с почтением, потому что я думаю, что это есть то будущее церкви Которая дальше понесут этот факел веры, благодати, любви Божией Амин, Аллилуйя Сегодня я хотел бы с вами поделиться словом, которое поистине тронуло И это последнее, не то что там какого-то Свежие мысли, которые пришли ко мне, и они как-то отразились в моем сердце Я это уже делился в церкви И сегодня, когда мне предложили какую-то тему сказать, я сказал, для молодежи это будет тема Это ты голос Ты голос или твоя жизнь со значением Я был недавно сейчас в горах, в очень красивом месте Это северная Италия Называется Доломиты Горы, они как стоят, как столбы И вообще считается оно Одно из, ну как бы у нас говорят на нашем языке Что Бог поцеловал этот кусочек земли Если вот что-то там красивое И правда там красота такая И что интересно, что вот именно эта часть Италии, они все разговаривают по-немецки Так что очень было приятно общаться И мы, я люблю горы И на мой день рождения мы всегда выезжаем в горы Поэтому жена, она с любовью это терпит И все Она не горный человек И мы были в горах И потом мы услышали вот, ну В горах есть такое качество эхо И ты, ты знаешь, ты как будто знаешь, что люди где-то Но ты не знаешь, где они Ты думаешь там, потом слышишь их там Там, там И знаете, я вам скажу, что Это вот эхо, оно Оно приносит немножко такое неприятное чувство Неприятно, ты не знаешь Или человеку нужна помощь Или он просто играется Ты никого не видишь А голос слышишь И мне вот как просто Такой голос, Дух Святой Говорит, ты голос Ко мне Ты голос Ты не эхо Ты голос Знаете, есть магазин Second Hand Это когда продаются со вторых рук Или как сказать, да И хорошо, что это есть Все, слава Богу Но я всегда говорю молодым людям Я говорю свою жизнь Что моя духовная жизнь Пусть никогда не будет Second Hand Со вторых рук Что такое со вторых рук? Я услышал свидетельство Свидетельство меня коснулось Я поверил И все Но у меня нету своего свидетельства Я вот Услышал Поверил И все И это вот моя жизнь А первые руки Первые руки Это Когда У меня Прямое Общение С моим Богом Когда не по рассказам Я знаю Что такое Прикосновение Духом Святым Кстати, я вам хочу сказать У вас может помазание Чтобы Если люди Которые опаздывают на самолет Вы будете за них молиться Они будут успевать Проверь Мольно Вот Из первых рук От Господа Чтобы я мог понимать Не чтобы мне говорили Господь тебя любит А чтобы я знал Внутри Знаете Что Бог Он меня любит Он мне сам это говорит Аминь Я считаю это очень важно Особенно для молодых людей Не по рассказам Не как там Вот раньше Как мы молились А чтобы вы сами Могли переживать Эту благодать Эту силу Эту помазание Все нормально Спасибо тебе Ты такой добрый служитель Халилуя И Об этом я сегодня Хотел бы с вами поговорить Я вам обещаю Что Вы не устанете Долго мы не будем Не буду вас утомлять Вот Ну Думаю Что Это Очень Очень Важное слово Которое сегодня Дух Святой Хочет прикоснуться К нашему Сердцу Да Мы читаем Слове Божьем Что Об Иоанне Крестителе Стоит очень интересное Место В Библии Прежде чем я это Прочитаю Место Мы кто-то Сегодня Говорил Здесь Слыхал я Что Ну Успешная жизнь И этот молодой Человек Который говорил Как тебя зовут Где ты сидишь Который По жертвованию Призывал Он наверное Уже пошел домой Да Оставайся до конца Дорогой мой Да Ну ничего Он может Деньги считает Вот Я вам скажу Что Он сказал Очень важную вещь Очень важную вещь Сказал Что За инвестации Куда мы Куда мы вкладываем Что мы делаем Что мы Вообще И если мы говорим За успешную жизнь Что такое успешная жизнь Что такое успех Успех Когда Я Хорошую профессию получил Успех это или нет Успех Да Если есть деньги у меня Это успех Успех Не надо стесняться Давайте Мы все живем на этой земле Так что Немножко Если вы скажете Да То это не грех Да Вот Хорошую машину Успех Да Да Ну красиво Если платье Себя девушка Купит Там Чтобы там Что-то было написано На нем Еще Ну успех Грех Не грех Не грех Все нормально Пойти хорошо Вкусно покушать Да я желаю Каждому Все нормально Все хорошо Но это еще не говорится о том Что Моя жизнь Если я успешный человек Что моя жизнь Имеет значимость А значимость Что такое Значение Это не то что Если там Меня возят И я так выхожу Пузо вперед Это еще не то Есть духовная значимость Есть то Что быть может не видно С своими Такими глазами Но человек носит в себе Глубокое значение Я всегда говорю молодым людям Учитесь Стремитесь Старайтесь Плохо Само получится Делай как можно лучше Но не думай Что ты умней всех Не думай Что ты умней папе и маме Не думай Что ты умней твоих друзей Не задирай нос Если даже есть успех То это еще не все Главное Это иметь значимость Вы поймете сегодня О чем я хочу Сделать заявление Итак Евангелие от Иоанна Первая глава 23 стих Иоанн Говорит о себе Человек Который не был Особенным добрым Видом Одежда его была Страшной Питание было Никудышное Если спросить Исправьте Исправьте путь Господу В нашем переводе В нашем переводе В немецком переводе Не исправьте путь Господу А Приготовьте путь Чтобы мог Прийти Иисус Он говорит Я голос Который говорю Звучит голос Приготовьте Путь Чтобы мог Прийти Иисус Если бы не было бы О нем Ничего больше Библии сказано То не стоило бы Обращать на это место Внимание Но когда Иисуса Спросили за Иоанна Он сказал Очень сильные Слова Об Иоанне Он говорит Что Истинно говорю вам Матфея 11.11 Матфея 11.11 Истинно говорю вам Из рожденных Женами Не восставал Больший человек Чем Иоанн Креститель О-о Что Такой вес Придало Этому человеку Который питался Кузнечиками И диким медом Который одевался Какие-то Лохмотья Кожаные там Одежды Разорванные Что Дало Такое значение Что Сам Господь Иисус Царь царей Заделает Заявление Об этом Человеке Михаил Я желаю Чтоб Господь Такое Сказал О тебе И ты уже На пути Аллилуйя Я тебе скажу Да Твое сердце И твое посвящение И твое служение И твое отношение К делу Божьему Сто процентов Иисус Христос Говорит Вот этот человек Это уже не эхо Это уже не эхо Это уже Голос Это голос А знаешь почему? Что тебе дает этот вес? Может быть ты такой худенький Я бы тоже хотел бы такой быть Да? Все Это Или Да? Да я такой незначимый Не страшно Как мы выглядим Не страшно Девочка Мальчик Не страшно Это совсем не страшно Если у тебя Конопушки на лице Все нормально На следующий год Это будет мода И ты станешь моделью Все нормально У тебя нос крывой Как раз такого и надо Такого ищут Это еще не К успеху придешь Но есть что-то другое Есть что придает вес Нашему служению Что делает нас Голосом И что было это в Иоанне? Что так мог сказать о нем Иисус Христос Ответ очень простой Его жизнь Его проповедь Его дела Его миссия Они указывали На Иисуса Который есть начальник всего Который держит Все во всем На него Моя гитара Которую я держу Мои кнопки Которые я там тыкаю Это не только Издает хороший звук Аллилуйя Но она показывает На того От которого Все зависит В моей жизни И это делает нас Весом Весомостью Я скажу Если мы становимся Голосом И наша жизнь Становится Значимой В глазах У Бога То я вам скажу Что придет время Нас уже не будет А наш голос Еще будет говорить Во имя Иисуса Христа И это Я вам сегодня Покажу И докажу Что это Истинная Правда Истинная Правда Одно место Которое Я хотел бы Поделиться с вами Это будет Послание к евреям Послание к евреям Одиннадцатая глава Четвертый стих Это глава Веры Многие знают Некоторые стихи Наизусть И это очень хорошо Иногда нужно Выучить Пару стихов Из Библии Я читаю Что это Нормально Здесь написано так Послание евреям Одиннадцать четыре Верою Авель принес Богу Жертву Лучше Нежели Каин Ею получил Свидетельство Что он Праведен И как Засвидетельствовал Бог О дарах Его И здесь я подчеркнул Толстым Толстыми буквами Ею Этой жертвой Своей верою Он По смерти Говорит Еще Другими словами Сказать Его уже давно Нету Авеля Никто не знает Но он еще Говорит Сегодня К нам И мы читаем Сегодня Из Библии Что был Такой Каин Что произошло И первый Пункт Который я хотел бы Сегодня сказать Это Он Смог Сделать Даяние Которое Сделало Его Голосом Через Все века И поколения Даянием И когда Знаете Или я скажу Таким Народным языком Пожертвование Я когда Знаете Когда мы слышим Пожертвование Сейчас будем собирать Жертву Вот это Ну начинается Опять Ну сколько Можно уже Ну сколько Можно давать Да У Авеля Что-то было Другое Какая Это была Разница Между Его братом Каином И Авелем Что вот Каин Он не стал Голосом А Авель Стал Голосом Хочу сделать Некоторое Пояснение Библия Начинает Или эта глава Начинает С первого стиха И говорит Вера Это Есть Осуществление Ожидаемого И уверенность В невидимом Вера Это То Что ты Делаешь Но ты Знаешь Что Оно Сто процентов Существует Хотя Ты ничего Не видишь И у Авеля Вот как-то У него Получилось Он Приносил Эту Жертву Он Был Животновод И он Получилось У него Он Он Приносил Этого Ягненка Или как-то Там Он Он Заколал Его Наверное Он Даже Никогда Не думал Никогда Ему На ум Не приходило Что Он Делает Великий Приобраз Жертвы Жертвы Которая Будет Заклана За все Человечество Хотя Бы Так Вот Это Да Удивитесь Как-то Или Нет Да Он Делал Жертву Пророчески Показывая На Иисуса Христа Проливалась Кровь И Богу Это было И он Знаете Этот Авель Хороший Человек Он Жертву У него Настолько вера Он говорит Господь Вот она Моя жертва Бери Это для Тебя Он Видел Кому Он Дает Он Понимал Кому Он Дает Хотя Ничего Не Происходило И только Когда Жертва Была На Жертвеннике Вдруг Какая Это Там Проходила Не Знаю Что Или Огонь Или Дым Приходил Или Что И Была Написано Благоугод Или Приятная Богу Жертва И Когда Каин Увидел Что Что-то Не То У Авеля У Авеля Как-то По-другому Все Это Происходит Что У Каина Было Другое Родной Брат Однокров Папа Мама Один Все Такое Воспитание Одинаковое Понимаете В одном Доме Выросли Одним Молоком Питались Один Становится Голосом А Другим Вечным Эхом Зла Страшное Дело Я вам Скажу Страшное Дело Где-то Он Приносил Свои Дары Я вам Скажу Было Нормально Все Он Был Земледельцем Я думаю Не то Что он Там Приносил Какое-то Хромое Или Гнилое Или еще Что-нибудь Он Хорошую Жертву Приносил Он Выбирался А мы Лучший Персик В этом Я не Сомневаюсь Но в его Сердце В его Ожидании Было Что-то Что он Думал Ну Не знаю Бог Как там У тебя Ну Ну вот На Надо Говорят Надо Вот На Жертва Без веры Даяние Без веры Это Добродетель Хорошо Она Не имеет Ниакого Значения Много Есть Добрых Людей Которые Тоже Делают Добро И Богу Не молятся И Не служат Понимаете И Жертвуют Намного Больше Чем Мы С вами Много Очень Много Добрых Людей У нас Вообще Есть Понимание В Германии Если Человек Достиг Чего И Пришел Большим Деньгам Большим Деньгам И Это Солидные Люди Они Такая Мораль Такая Мораль Что Они Говорят На ком Я заработал Эти Деньги Я Заработал На людях Эти Деньги Люди Покупали Мой Продукт Я Заработал На людях Значит Моя Обязанность Отдать Это Людям Назад И Они Очень Многие Делают Обучительные Центры Где Молодежь Обучаются Профессии Где Полностью Они Это Спонсируют Я считаю Это Очень Здравое Понимание Здравое Это Все Хорошо Аллилуйя Но Это Еще Не То Что Сделал Авель Он Совершил Это Верою Бог Это Заметил Бог Это Увидел Его Вера Увидела Невидимое Его Вера Коснулась Сердца Бога И Он Стал Вечным Голосом Который Сегодня Мы С Вами Слышим Когда Я читаю Это Место Моя Молитва Я Говорю Господь Я Хочу Быть Голосом Пускай Моя Жизнь Мои Действия Мои Поступки Мои Вложения Это Будет Голос Когда Меня Не Будет Пусть Этот Голос Еще Дальше Говорит У Каина Наверное Было Какое Двойное Сердце Или Разделенное Сердце Где-то Может быть Он И Понимал А зачем По ним Давать Он Так и Не Понял Где-то Вот Не Было Полного Сердца За Этим Я Скажу Что Авель Своей Жертвой Он Не Только Показал Что И Как Нужно Жертвовать Но Он Показал Что Есть Культура Щедрости Которая И И И Постоянство Это Не Говорится Об Одной Жертве Мы Так Думаем Что Одну Жертву И Разница А Там Бог Наблюдал Бог Смотрел И Здесь Вот Я Говорю Что Для Нас Когда Мы Воспитываем Себе Культуру Щедрости Это Так Хорошо Мой Сын Ему Исполнилось Сейчас 13 лет И Мы С ним Недавно Идем И Он Купил Себе Мороженое Есть Такой Ну Как Это Сеть Мороженых Где Там Всякие Сладости Туда Насыпают Эти Конфетки Сладкие Там Зеленого Цвета Такие Они Я не Знаю Наверное Они Везде Есть И Ему Такое Мороженое Я смотрю Я знаю Его Аппетит Никогда В жизни Он Не Съест Никогда Там Сникерс Туда Насыпают Знаешь Ну Вот Там Это Калорин Бомба Я Рад Что Хоть Бы Съел Да Я Голуб Каз Дай Откушу Я Вижу Боль У него В сердце И он Он Так Не Так Вот Посмотрел На Это Мороженое Со Всех Сторон Где Поменьше Этих Сникерс Вот Абану Аймаль Это Обозначает Только Один Раз Откуси Я Говорю Лукас Вообще То Я Не Хочу Мороженое Папе Нельзя Мороженое Кушать Тебе Можно Ну Как Вот Я Хотел Бы Чтобы Прежде Чем Ты Откусил Сказал бы Папа На Попробуй Кто-то Понимает Меня Или Нет А Я Говорю Сыночек Пойми Простое Правило В жизни Делись Что Ты Имеешь Давай Ты От Этого Не Обеднеешь Если Даже Последнее Отдашь Кто-то Придет И Даст Тебе Намного Больше Я Хочу Чтобы Это Была У него Культурой Стала И Знаете Один Раз Сказать Это Ничего Не Сказать Все Если Мы Проповедь Один Раз Сказать Сколько Мы проповедейцы Помните О чем Была Речь Никто Ничего Не знает Мы Забывчивые Люди Такое Есть У нас Информация Все Полно Потом Инстаграм Еще Нужно Посмотреть Во время Проповеди И тому Ответить Все Это Нужно Успеть Мы Не Боги Сложно И Знаете И Потом Я начал С ним Работать Я Говорю Сыночек Давай Будем Учиться Давай И Я Его Провоцирую Я Ему Даю И Думаю Забыл Ли Он Это Или Нет Прореагирует Он Правильно Или Нет И Он Снова Забыл Я Ему Говорю Сынок А Папе Дать Попробовать И Вот Это Вот Всегда Вот Эта Тяжба Понимаете Откуда Это Каинская Натура Откуда Но Почему Авелей Столько Мало Почему Наверное Что Мы В Греховном Мире Живем Правда Или Нет Это Борьба Постоянная Борьба Скажи Спасибо Скажи То Скажи То Будь Благодарным И Все Я Вам Скажу В Этом Есть Молодые Люди В Этом Есть Ключ Благословению Когда Вы Приносите Независимо От Величины Вашего Даяния Независит Но Если Это Идет По Вере Все Что Не Делайте Делайте Как Амэн Понимаешь Если Я Что То Делаю Если Я Кому То Помог Если Кому То Я Позвонил Если Кому То Я Сделал И Спросил Пойдешь Ты На Молодежку Я Тебя Могу Захватить Собой А Он Говорит А Что Я Буду За Ним Бегать Я Уже Не Хочу Больше Не Делай Как Для Господа Иди Сам И Захвати Кого Нибудь Собой Это Сердце Это Жизнь Которая Имеет Значение Мы Не Вечные Люди На Земле Когда То Я Должен Уйти Мой Папа Уже Его Нету Все Он Ушел И Мы Уйдем Но Есть Вещи Даже Когда Нас Нету Они Еще Будут Дальше Говорить За Нас И Это Значимость Которую Бог Дает Нам Я Восхищен Я Не знаю Как Вы Можно Сказать Аминь Или Аллилуйя Вот Но Я Думаю Что Это Достойно Ободрение Достойно Ободрение Я Вам Говорю Что Я Был В Горах И Так Получилось Что Мы Попали В Очень Хорошее Место И Нас Очень Ну Там Даже Можно Сказать Обхаживали Знаете Вот Когда Вот Как За тобой Ухаживают Вот Даже Как говорят Попу Вытирали Знаете Вот Ну Вот Все Тебе Делают Как Как будто Ты Царь И Принц Было Приятно Я Вам Скажу Изящная Еда Все Нормально Я Вам Честно Признаюсь Это Стоило Немало Денег Все Хорошо Но Я Вам Скажу Что Вся Эта Еда Весь Этот Уход Он Сейчас Не Имеет Никакого Значения Все Инвестиции Которые Мы Сделали Туда Не Имеет Никакого Значения Есть Вещи Которые Имеют Может Бы Как Вещи Успеха Но Это Не Говорится О том Что Они Имеют Значение И Имеют Голос Ок Иисус Сказал Одну Притчу И Эта Притча Очень Трогает Меня Он Говорит Один Человек Он Был Очень Богат И У него Были Житницы И У него Был Большой Урожай И Он Рассуждал В сердце Своем Вот Мое Богатство Вот Мое Зерно Вот Мои Сараи Куда Мне Все Сложить И Построю Житницы И Все Нормально Все Мое Моя Жизнь Буду Жить Буду Буду Наслаждаться И Одно Только Он Забыл Посмотреть Наверх Понимаете Сказать Откуда Все Это Пришло И Он Говорит Библия Нам Говорит Что Глупый Сегодня Заберут Душу Свою Твою Кому Все До Это Достанется Твоя Жизнь Она Имела Успех А никакой Важности И Значения Никакого Оно Не имеет Никакого Итак Запомните Пожалуйста Важный Очень Важный Момент Мое Даяние Оно Может Оставить Голос Оно Может Быть Голосом Кому То Ты Помог Кому Кому То Подсказал Кому То Благословил Кого То Благословил Этот Человек Принял Иисуса Христа Получил Благословение Твой Голос Твоя Значимость Осталась Идет Дальше Аллилуйя Второй Пункт Который Я хотел Бы Сегодня Сказать Это Инвестируй В Людей Инвестация В Людей Это Очень Важный Пункт Иисус Сказал В молитве Своей Перед Богом Я совершил Дело Для которого Ты Меня Послал Какое Дело Еще Не было Голгофы Еще Иисус Не умер Но Он Говорит Что Эти Ученики Которых Ты дал Мне Я их Обучил И Слава Богу Что Были Эти Ученики Иначе Сегодня У нас Не Было Евангелия Правда Или Нет Мы Считаем Что Это Были Особенные Люди Какие Нет Дорогие Друзья Такие же Люди Были Как Мы С вами И Сегодня Мы Точно Так же Можем Оставить След И Сделать Чтоб Наша Жизнь Имела Значимость Когда Ты Отец Мой Инвестировал В Меня Когда Ты Отец Научил Меня Верить Любить Научил Меня Проповедовать Показал Мне Путь У У меня Была Борьба В Жизни Когда Я Слышал Свидетельства Как Наркоманы Рассказывают Как Они Продали Последнюю Шубу Матери И Пошли И Прокололи Это Я Сидел Однажды На Собрании И Так Мне Стало Грустно Я Думаю А у Мне Даже Нечего Рассказать Ни Одной Сигареты Я Не Скурил В Моей Жизни Никогда Не Был Пьяным Нечего Рассказать Мне Вот У Него Вот Это Свидетельство И У Нас Так Заложено Чем Больше Бандит Чем У Несильнее Свидетельство Друзья Мои Давайте Поменяем Своё Мнение Дух Святой Обратился Ко Мне И С Таким Утешением Сказал У Тебя Самое Большое Свидетельство Эти люди Куда Идут Ты Уже Там Находишься Я Не Слышал Никогда Чтоб Папа Ругал Маму Никогда Перегаром От Отца Не Веяло Мы Были Как Защищенные В Гнездышке Эти Птички Я Я Благодарю Бога Я Вам Скажу Я Ничего Не Потерял Моя Жизнь Не Была Скучной Она Была Очень Интересной Много Моих Сверстников Их Больше Уже Нету И След От Них Простыл А Я Сегодня Стою Перед Вами И Мой Голос Звучит В Екатеринбурге Я Верю Что Мой Папа На Небесах Он Смотрит И Говорит Правильно Сынок Делаешь Говори Проповедуй Это Голос Который Он Оставил Это Значение Которое Он Оставил И Ложил В Меня Соглашаетесь Дорогие Друзья Мы Так Читаем Библию Говорит Только Это В Библии Нет В нашей Жизни Мы Делаем Молодежь У нас Делает Face to face Я уже Кому-то Говорил Не знаю Face to face Это Молодежная Конференция Лицом К лицу Для нас Для церкви Это стоит Больших Денег Нужно И Что-то Арендовать Нужно Много Еды Приготовить На эти Два дня Наши повара Готовят Четыре Тысячи Блюд Четыре Тысячи Блюд Это надо Кормить же Утром Обедом И вечером А молодежь Они Как будто В жизни Никогда Не ели Им Сколько Не давай Все Мало Думаешь Куда Ему Лезет Худой Такой А съедает Больше Чем Мужик Стокилограммовый Да Вот Ну Это мы Делаем С любовью Я скажу Знаете Сколько Есть Оснований Взроптать Ой Ой Вообще Это надо Или нет Зачем Мы здесь Ходим Они еще Ходят Знаете Штаны Опустили И вот Он идет Как старый Дед Вот Думаешь Разбодрись Ты же Молодой Человек И вот А надо Служить Потому что Ты не знаешь Что с него Вырастет И был У нас Такой Один Парень Он Однажды Приехал На конференцию Сидел В предпоследнем Ряду Ему Было На то время 16 лет Это был Беженец С Эфиопии Никто На него Не обратил Внимания Он Не получил Пророческого Слова Господь Не обратился К нему С кафедрой И сказал Вот Ты молодой Человек Но он Сидел Там Он Не хотел Жить Он Потерял Он Говорит Зачем Смысл Вообще Я Черный Здесь В Германии Все равно Никакого Прохода Ничего Ну Нету Смысла Я Я Беженец Я Самый Последний Слой Который Может Быть Это Мы Так Думаем Не важно Что Ты о себе Думаешь Я Тебе Скажу Думай О том Что Бог О тебе Думает А Бог Намного Больше Думает О тебе Аллилуйя И что Произошло Чтобы Сделать Это Короче Его Дух Святой Коснулся На Него Никто Руки Не Возлагал Но Коснулся Его Дух Святой Он Увидел Эти Горящих Людей Впереди Он Увидел Как Люди Служат И Поклоняются Со Слезами Богу Он Увидел Что Идет Идет Общение От Сердца К Сердцу Он Там На Своем Месте Пережил Бога И Он Уехал В другой Город Во Франкфурт Это 300 Километров От Нас Прошло Не знаю Сколько Пять Лет Мне Говорят Слушай С тобой Хочется Встретить Один Человек Его Зовут Енох Ничего Себе Воскрес Что Личем Да Уже Имя Только Заинтересовало Я Его Никогда Не Видел Хотя Он Был В Нашей Церкви Приходит Ко Мне Молодой Человек Эфиоплянец Знаете Эфиоплянцы Они очень могут Красивые Быть Вообще Все люди Красивые А фиопляне Они Особенно Красивые Люди И он Приходит И говорит Пастырь Я Хочу Поблагодарить Вас Я был у вас На конференции Пять лет Назад Господь Коснулся Меня Я сейчас Нахожусь В служении Билл Виркинсона В Нью-Йорке Я посвятил Свою жизнь Для Господа Служу В Нью-Йорке Этим бандитом Бездомным Вот И Чтоб вы знали Этот импульс Я получил У вас На конференции Друзья мои Это одна история А сколько Мы не знаем Сколько Мы узнаем Только на небесах Что происходило Правильно Или нет И не наше Теперь Бегать и спрашивать А что-то изменилось Я верю Что после сегодняшней проповеди Что-то изменится И если даже кто-то Одну стенку покрасит В доме То для меня Это намного больше Чем три дня поста Что-то изменить Я говорю Ну и как ты там Может проповедуешь Он говорит Да С удовольствием И этот молодой человек Ему 22 года Выходит И вы знаете И вы знаете Когда уста у человека Как мед Он говорит А ты Хоть бы не Кончил Говорить Хоть бы еще дальше Говорил Такое Помазание Такое Благословение Я его Енох Я говорю У меня всегда В моей жизни Было желание Еще в Киргизии Мы служили там Ефиоплянам И у нас своя история была Как Бог посетил нас Нашу церковь Через Ефиоплян Мы узнали Что есть где-то еще верующие Мы не одни Есть люди Так же молятся Так же борются Так же верят Аллилуйя Это было для нас Великим пробуждением Я говорю Я хочу поехать Я хочу сделать Евангелизацию Там В Адис-Абебе Я хочу послужить Этим людям Я хочу взять Моих Помощников Я хочу Чтобы они увидели Что Бог Через их Руки Воскрешает Больных Делает Здоровыми Слепые Прозревают Можешь помочь нам Он говорит Я только хотел Это сказать У него Самые лучшие Контакты Туда Сейчас 6 Января По 14 января Мы едем В Ефиопию С ним вместе Он организовывает Для нас Буз Шоферов Охрану Организовывает Стадион Где мы будем Проповедовать Все Аллилуйя Друзья мои Я вам скажу Я восхищен Моим Богом Кто-то скажет Повезло тебе А я скажу Нет Я просто Живу Верою Я делаю Жертву Верою Я вкладываю Я проповедую Вам сегодня Потому что В моем сердце Есть вера Что на вас Лежит Глубокое Призвание И глубокое Повазание Вы не только Эхо Не знаешь Откуда она идет И куда приходит А вы Голос Вы Голос Который Имеет Значение Когда уже Нас Нету И что Получается Получается Что это Мой голос Там есть Моя частичка Там Моя маленькая Честичка Я не горжусь Этим Я не превозношусь А я принимаю Это с благодарением Это дает мне силы Дальше идти И делать добро И быть благословением Амэн Это сохраняет Мое сердце В чистоте Я хочу быть Указателем Знаком Который указывает На Бога Этим был Иоанн Креститель Он указывал На Бога Аллилуйя Мы проповедуем Не для того Чтобы показать Свою мудрость Или там свое Какое-то Нет Мы служим Любовью Друг к другу Я знаю Что здесь Молодые люди Которые могут Дать мне совет И точно так же Мне послужить Сто процентов Я это знаю И поэтому Ценить нужно Ценить Я так же Спрашиваю Советы у моих детей Как сделать Как поступить Я вижу Когда проявляется Эта мудрость И мне так приятно Что мои дети Они могут Меня научать Слава Богу Я вам скажу Этот Один третий пункт Который Это Это Благодарное Сердце И смирение Это показывает Что моя зависимость Только от Бога Сейчас на меня Эта лампочка Светит Я вам скажу Что это Она только мне мешает Я бы лучше бы хотел Чтобы она Иисуса светила Я показываю Не, не Пускай светит Не переживай Я просто говорю А некоторые люди думают Если он стоит На этой На этом Подесте То значит У него есть Какой-то вес Его значимость Есть И в этом Многие люди Разочаровываются Сгорают Сгорают Он побыл здесь А он не понял Что жертва Должна быть чистой Жертва Должна быть Поверим Жертва Должна происходить Из любви К Богу Аллилуйя А он хотел Показаться Перед людьми Знаете Это всегда Как у молодых людей Когда фотографируешься И они вот Постоянно Хотят В этом кадре Быть тоже Это не наш Характер Друзья мои Стоять Во свете В блеске Это еще Незначимость Одна из моих Дочерей Она Попала В такие круги Что она Была одно время Хорошей моделью И даже Выиграла машину В Барселоне Были там Я говорю Дочери Это не то Что вот это Кламоты Вот так вот Чтобы там Выглядеть Это мы делаем Чтобы как-то Люди нас воспринимали А так Это разницы Никакой нет Нет Значения Нет От этого Нет Ни помазания Оно не убавляется Не прибавляется А сердце Я говорю Сделай Чтобы Ты стала Голосом Гордых людей Много Нам нужно Людей Смиренных Которые указывают На Бога Аллилуйя И это во всех Сферах жизни Во всех Нам нужно Спасти людей И бездомных Нам нужно Спасти И простых мам Которые дома Воспитывают детей Нам нужно Спасти И бизнесменов И нам нужно Сказать Господи Нашему Бюргомайстру Или не так Друзья мои И поэтому Здесь Для нас Это невозможно А для Бога Все 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 Возможно Аллилуйя И это Что мне нравится Бог Он дает Эту значимость Он дает Этот вес И вдруг Я становлюсь Этим Голосом Аллилуйя Слава 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 Тебе Господь Амин Если так сказать А я не хочу Быть центром Внимания То это может Будет и не сильно Правдой Но я вам скажу Что если даже Я нахожусь В центре Внимания То я хочу Быть указателем Который указывает На Бога Глупо Гордиться Ослу На котором Ехал Иисус И всем Рассказывать Что на нем Ехал Иисус Он послужил Иисусу Чтоб Иисус Стал Виден Дорогие Молодежь Дорогие Братья Сестры Все Кто здесь Сегодня Решил Прийти Не будьте Эхом Эхо Приносит Сомнения Я принял Решение Я не буду Живых людей Хоронить Пускай Они еще Живут Я всегда Когда прихожу К больному Я говорю Будь здоров Во имя Иисуса Христа Будь исцелен Будь Я голос Я говорю Встань Я голос Будьте Этим Голосом В этом Есть Великое Благословение Иисус Говорит Я Есим Его здесь Нету С нами А он Он говорит Я Я Альфа И Омега Сегодня Он Говорит К нам Его Голос Он Говорит К нам Аллилуйя Как Он Говорит К нам Через Своего Раба Иакова Сегодня Господь Говорит К нам Я Стал Его Голосом Аллилуйя Мне Нравится Высказывание Иногда При проповеди Можно И Слова Говорить Знаете Мы иногда Только Слова Говорим А дела Где-то Отстают А иногда Можно И словами Пусть Люди Смотря На нас Без Каких-то Высоких Там Фишек Мы Будем Голосом Который Говорит Которое Имеет Значение Твоя Жизнь Имеет Значение Ты не Просто Так Сегодня Здесь Ты не Просто Ты думаешь Что ты Просто Так Здесь Тебя Мама Заставила Папа Сказал Иди Нет Если Даже Это Так На тебе Есть Великое Значение Бог Отметил Тебя Бог Посмотрел На тебя И он Говорит Я сделаю Тебя Голосом Я сделаю Тебя Может Это не Будет Виденным Образом Но Это Будет Вечности Очень Большим Голосом Однажды Я проповедовал На собрании И Подходит Ко мне Один Человек И Говорит Я хочу Поблагодарить Тебя Я говорю Что такое Он Говорит А 12 лет Назад Помнишь Ты был Там у нас В какой-то Деревне В Германии Проповедовал И Я вышел На покаяние Я Говорю Не Помню Не Знаю Не Помню Я Говорю Как У тебя Получилась Жизнь Все Нормально Все Хорошо Он Говорит Да Все Нормально Я Стал Пастырем Организовал Церковь Сейчас 120 человек Мы Служим Господу Я Хотел Тебе Сказать Спасибо Хорошо Что Ты Приехал В эту Деревню И Я Вовремя Пришел Друзья Мои Я Когда Такое Слышу У меня Мурашки По коже Идут Я Говорю Господь Аллилуйя А что Будет На Небесах Когда Мы Придем А Когда Кто Подойдет К тебе И Скажет Лена Спасибо Тебе Если Бо Не Ты То Я Был Был В Аду Спасибо Тебе Как Тебя Зовут Полина Спасибо Тебе Что Ты Меня Захватила На Молодежку Теперь Я С Тобой На Небесах По Золотым Улицам Хожу Представь Себе Реальность Или Нет На Земле Мы Можем Не Знать Но Мы Хотим Знать Но Можем Не Знать А На Небесах Я Хочу Чтоб Таких Пастырь У Него Имеется Значимость Дорогие Мои Да Я Только Здесь Чтобы У Вас Получилась Значимость Моя Значимость Если Вы Станете Голосом И Бог Сделает Вас Весомыми Вот За Это Идет Разговор Не Идет Здесь Кому Мы Славу Поделим Не Идет Здесь Кто Больше И Кто Будет Слуга Кто Будет Господин Об этом Не Идет Уже Это Неинтересно Охота Чтобы Господь Поставил Сказал У тебя Есть Значение Если Даже По Твоей Смерти Твой Голос Еще Будет Говорить Аллилуйя Аллилуйя Сестра И Здесь Нет Разницы У Нас Дух Молодой Аллилуйя Он Не Стареет Наш Дух Молодой Молодежи Еще Нужно Подтянуться И Мы Им Поможем В Этом Правда Или Нет Мы Им Застопаем Брюки А если Нет То Пускай Ходят Лишь Бы Холодно Не Было Да Для Нас Это Не Проблема Мы Не Будем Их Укорять За Это Мы Не Будем За Это Их Унижать Придет Время Переоденуться Все Нормально Но Важность Голос Это Что То Другое Это Что Такое Намного Сильнее Намного Больше Последняя Моя Фраза Мы Помолимся Моя Жизнь Принимает Значимость Тогда Я Становлюсь Когда Я Становлюсь Знаком Показывающим На Иисуса Христа На Иисуса Христа Че Ты Мне Так Служишь Потому Что Я Люблю Господа Почему Ты Так Все Мне Хочешь Отдать Потому Что Я Люблю Господа У нас Молодые Люди Они Я Очень Рад Есть Возможности Что Они Могут Поехать В любую Библейскую Школу И Всегда У молодых Знаете У них Дома Неинтересно Им Нужно Куда Нибудь Поехать На Хавайи Там Или Новую Зеландию Как будто Там Другое Писание Как будто Там Не надо Молиться Ну Это Как бы Такая Романтика И Они Едут Едут Туда Делать Библейскую Школу И Знаете Я Сказал Он Приходит Ко мне И говорит Я еду Учиться А я Думаю Тебе Не надо По По Человечески Я Это Не Говорю Я Говорю Езжай Я Достаю Я Говорю На Тебе На Первое Время Там Пятьдесят Сто Евро Может Быть Тебе Пригодятся Я Делаю С Одним Умыслом Я Хочу Хотя Б Немножко Иметь Участие Если Он станет Голосом То Это Будет Великим Благословением Я Вам Говорю У Нас Был Один Пастырь Он Служил Сейчас Висари Лео Бига У него Большая Церковь Можем Пять Тысяч Человек Знаете У таких Людей Тоже Бывают Проблемы И Он Был У Нас И Он Сказал Вот Смотрит На Наше Здание Гит Я Тоже Мечтаю Вот Здание Построить Своё А в Швейцарии Очень Дорого Если я говорю Очень дорого То это значит Очень Дорого Там Пицца Это Пицца Нормальная Пицца Тридцать Пять Евро Стоит Это Это Ужас Я говорю С чего Вы ее Сделали Эту Пиццу Что Там Такое В ней Чтобы Пойти Покушать На Человека Пятьдесят Евро Это Как будто Корова Птичка Улетела Все Нету И еще Не наелся Дорого И одна Сестра У нас В церкви Я даже Не знал Я даже Не знал И она Подошла Ко мне И сунула Ему Пятьдесят Евро И он Эти Пятьдесят Евро Он Постоянно Возит С собой Уже Годы Постоянно Их Не тратит И говорит Я Вкладываю В твою Веру И ваше Новое Здание И он Это был Как будто Для меня Ответ Он Говорит Если Через Эту Сестру Мне Бог Так Проговорил Значит Точно Есть Возможность У них Сегодня Свое Здание В Цурихе Свое Здание И он Всегда Приводит Пример Представляете Себе Я не знаю Эта Сестра Еще Живет Или Нет Или Где Она Но Голос Е Точно Еще Есть Понимаете Мы Всегда Хотим Быть Миссионерами В Африке Как Бонки А может Быть Совсем Маленькое Незначимое Как Авель Принес Этого Козленка И говорит Его уже Нету А голос Его Еще Говорит Аллилуйя Давайте Встанем Господь Я благодарю Тебя Во имя Иисуса Христа Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя За этих Драгоценных Людей Благодарю Тебя За Это Помазание Которое Учит Нас Я благодарю Тебя За Дух Святой Который Просто Ласкает Нас Сейчас Аллилуйя Ты Обнимаешь Нас Ты Мы чувствуем Твое Тепло Мы чувствуем Что Ты За нас Господь Ты никогда Не Оттолкнешь Не дашь Споткнуться А если даже Мы упадем То Ты Подымаешь Нас Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя За этих Молодых Людей Прекрасных Людей Молодых Людей Способных Людей Я верю Я верю Господь Что они Намного Больше Сделают Они Дальше Пойдут Они Намного Лучше Будут Говорить Проповеди Они Намного Лучше Напишут Музыку Я верю Господь И при этом Сохранят Благодарное Сердце Смирение Я верю Господь В этот Вечер Я Восвобождаю Это Помазание Бог Мой Мы Не хотим Нести Сомнения Мы Не хотим Быть Источником Сомнения Мы Не хотим Распространять Этот Негативизм Но мы Сегодня Проповедники Веры Добра Благословения Боже Открой Наши Глаза Открой Наше Сердце Чтобы Мы Могли Обратить Внимание На Наших Друзей На Наших Школьников С которыми Мы Сидим Рядом Люди Которые Быть Может Хотят Прикоснуться К нам Мы Хотим Сохватить Собой Кого Нибудь Господь Мы Хотим Сделать Инвестицию Вложение В Самое Драгоценное Что есть Здесь На земле Это Люди За Которых Ты Умер И Отдал Жертву Свою Аллилуйя Все Остальное Видимый Успех Богатство Это Все Проходящее Я Прошу Тебя Боже Говори Сегодня К нам Я Верю Что Здесь Каждый Является Голосом Каждый Имеет Значимость Которую Ты Его Отметил Во Имя Иисуса Христа Расширь Наше Ведение Наши Глаза Чтобы Мы Могли Увидеть Господь Просторы И Планы Твоей Любви И Спасения А Ты Хочешь Чтобы Все Все Люди Пришли К познанию Истины Значит Мы Все Нужны Тебе Господь И Мы Принимаем Сегодня Этот Вызов И Мы Гим Да Господь Да Господь Моя Жертва Пусть Будет Жертва Веры Во Имя Иисуса Христа Мои Инвестиции Которые Я Делаю Я И Вкладываю Потому Что Я Хочу Быть Голосом Моя Жизнь Получила Вес Вес Не через Мои Познания Знания И способности Но Что Я Стал Указателем Который Указывает На Иисуса Христа Вес 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 Пожуйте Его Что Не понравилось Выкиньте Простите А Если Затронуло Положите Куда Нибудь Живите этим. Начинайте с маленького. Будьте верны Господу и своим родителям. Будьте верны своему служению. Господь высоко расценит и подымет вас. И даже если нас не станет, то наш голос еще будет говорить благословение во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.